Самое ценное и дорогое – 1 июня в мире отмечают День защиты детей. Первый раз его провели в 1950 году в 51 стране и с тех пор отмечают ежегодно. Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В России, по данным Росстата, на 2021 год детское население составляет около 30 миллионов 300 тысяч человек. Надо их защищать от печали или от каких-нибудь неудачных случаев, например, когда они падают с велосипеда, с самоката. И еще надо радоваться родителям, что у них есть дети, и они могут поздравить своих детей с этим днем. И могут кого-то защитить и подарить подарок. Раньше на Древней Руси их считали самым главным богатством. И их рождают мамы, и они всегда их берегут. А сейчас дети не главное богатство? Главное богатство сейчас тоже. 1 июня не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками. День защиты детей – это повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. Некоторые плохо знают правила дорожного движения и могут выйти на дорогу на красный свет. И его может задавить машина. Для этого существуют учителя, чтобы им все объяснять, чтобы потом, когда они вырастут, они знали эти правила. А родители не должны объяснять? Должны. А какие права есть у детей, знаешь? Должны помогать родителям, ходить в магазин, может быть, убираться. Ну, еще шалить, так как ни один ребенок не может так спокойно сидеть. Какие у ребенка есть права? У ребенка есть права на жизнь, на самообразование. Вот если ребенок хочет, допустим, мне очень нравится играть на гитаре, вот я пойду, но до этого я уже сама играла. Я хотела, я и играла. То есть он может иметь право на свои желания. Так, а помимо прав еще обязанности есть? Какие обязанности у ребенка есть? Убирать за собой, поиграл – убери. Еще хорошо учиться. Любить родителей, уважать, помогать им. Какие права есть у детей? На воспитание, еду, лечение и отдых. Помимо прав у детей еще и обязанности есть. Что дети должны делать? Убирать за собой игрушки. Когда учиться хорошо, не получать двойки. Родителям помогать, за собой утренние дела делать, кровать заправлять, умываться, зубы почистить. Поддержка семей, создание условий для развития ребенка – приоритет государственной политики России. Норма, закрепленная в Конституции нашей страны. Среди мер поддержки семей – единовременное пособие при рождении ребенка. Оно положено всем российским семьям. Выплата материнского капитала. Помощь с выплатой ипотеки для многодетных. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты от 3 до 7 лет. И пособие будущим мамам, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. В 2009 году по указу главы государства в России создали институт уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации, который активно развивается в регионах страны. Также существует система местных органов опеки и попечительства, которая призвана следить за благополучием детей в семьях на своей территории. Екатерина Опенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.